Спасибо, Пермь! Так называется уникальная масштабная выставка, которую откроют в нашем городе уже на этой неделе. Для нее привезли экспонаты три крупнейших музея страны. Третьяковская галерея, Государственный музей имени Пушкина и Театральный музей имени Бахрушина. В 1941 году все они были эвакуированы в наш регион. И будущая выставка – это жест благодарности пермякам. Тему продолжит Юлия Зыкова. Пермская художественная галерея. В годы войны именно это здание стало вторым домом для коллекции крупнейших музеев страны. Летом 1941 года Москву и Ленинград начали бомбить. Началась эвакуация в том числе и культурных ценностей. В наш регион отправили коллекции Русского музея, Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, Театрального музея имени Бахрушина. Например, чтобы перевести масштабные картины, изготовили фанерные 10-метровые валы. На них музейщики наматывали вынутые из рам полотна Брюлова, Репина, Шишкина и других великих мастеров. Все это упаковывали в ящики и грузили на речные суда. Ящики были так замаскированы. Все это происходило в обстановке секретной. И не все знали, куда направляется груз. Это была баржа, которая по воде сплавлялась от Москвы. Путь был очень сложный, длительный. Были выделены силы для охраны ценного груза, потому что все понимали, что это художественное наследие должно когда-то увидеть своего зрителя. В сентябре 1941 года эвакуированные ценности по Каме доставили в Пермь. Часть коллекции затем отправили в Соликамск. В Прикамье все они находились до самой победы. В Перми, в Молотове тогда, да, и в Соликамске было порядка 26 тысяч предметов из 11 музеев страны. Было создано вообще в стране, на востоке стране, 9 всего таких фонда хранилищ, потому что стояла задача спасения наследия. И вот только в наших местах было создано два из них. Это Молотов и Соликамск. И вот если в Перми хранились сокровища Государственного русского музея Третьяковской галереи, то в Соликамске хранились остальные 9 музеев. Многие экспонаты, которые были спасены во время войны, скоро можно будет увидеть на выставке в Пермской художественной галерее. Это своего рода миссия благодарности Уралу от столицы. Древнерусские иконы и живописные полотна 19 века прибыли к нам из Третьяковки. Красочные эскизы декораций к балетным и оперным постановкам – подарок горожанам от Театрального музея Бахрушина. И напоминание о том, что в Перми в эвакуации находился коллектив Мариинского театра. А эти гравюры 18 века, созданные лучшими европейскими мастерами, привезли к нам из Пушкинского музея. Его специалисты до сих пор удивляются, как в условиях военного времени удалось сохранить в неотапливаемом помещении в холоде и сырости старинную графику. Чтобы ее сохранить, максимально плотно упаковывали в папки. И прям папки были очень плотно упакованы в ящики, чтобы сохранялся какой-то свой микроклимат. Блисты вернулись, и сейчас они вернулись именно в том своем очаровании и с той своей функцией, которая, собственно, и должна всегда пониматься. Печатная графика – это прежде всего как средство просвещения. Выставка «Спасибо. Перм» откроется для зрителей 25 сентября и станет одним из ключевых событий одноименного фестиваля. Он будет посвящен теме Великой Отечественной. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.